Всем привет, это Сергей Егоров, это ютуб-канал Футбольной Биги, и поговорим о матче Лока-Зенит, который оказался, на мой взгляд, безобразно скучным. Я ожидал намного большего, даже несмотря на то, что не играл Дзюба, у которого травма, не играл с первых минут Сердар Азмун. Я в корне не согласен с теми, вот мне несколько болельщиков сразу написали о том, что почему вы жалеете Локомотив, почему вы считаете Локомотив не является ровнее нынешнему Зениту, я как бы стал немножко с ними обсуждать эту ситуацию, но в принципе аргументы логичны. Смотрите, у Локомотива на самом деле играют два чемпиона Европы, чемпиона Европы действующих, это Эдер и Жоао Марио. У Локомотива играет футболист, которого сватали в Ювентус, а потом сватали в Милан. Это Алексей Миранчук. У Локомотива играет вице-чемпион мира на данный момент. Я говорю о Ведерине Черлука, с которым продлили контракт. Ну и у Локомотива играет Краховяк, такой футболист, равных которому, возможно, на его позиции чемпионате России нет. Что касается Юрия Павловича Чермина, который был удален за пикировку судьями, Василий Юткин предложил в своем телеграм-канале, ну, мне и еще коллегам, Нобелю Арстомяну и Ивану Карпову, как трем инсайдерам всей Руси, отгадать, что же такого говорил Юрий Павлович судьям. Посулил 25 тысяч рублей, ну, не буду претендовать на это, потому что, что говорил Юрий Павлович Семин судьям, уже известно из знаменитого сюжета ОСП-студии. Давайте посмотрим короткий отрывок. А где надо увидеть? Там увидим! А где там-то, ***? Очки протри! Девочки, блин, подожди! Да ты тренируешься до моего, тебе голову новую поставят, вот так! Да ты старый пердон, понимаешь? Тебе голова *** нужна! Соси, вот так! Джекоб, Джекоб, назад! Джекоб, назад! На чё, пирожки! Так ты порой по английски говоришь? Да. Крикни-ка ему, пускай назад оттягивается. Джекоб, камбак! Камбак! Джекоб, камбак, Влад! Камбак! Чёрт! Ты чёрт! Дело в том, что ко мне подошёл тренер другой противоборствующей команды, и я не могу не воспользоваться ситуацией, чтобы не задать ему вопрос. Такой же. Юрий Павлович, как вы оцениваете сегодняшнюю игру? Что происходит? Я, Юрий Павлович, ты же видишь преимущество и ошибка защитников. Нелепый гол! Такой нелепый! Где ты там преимущество увидел? Где увидел? Вот там он увидел! Там ты увидел! Очки протри! Я протру! Я протёр очки! Ты-то знаешь, что это не лезь со своими этими... А может быть твой накомотив видал, когда ему пять гандонов от Баварии в жопу вставили? Да? Да, ты молокосов ты! Понял? Молокосов! А ты помнишь, как... Айнтрахту 6.0 просто завтра вот так вот и... Не помню! А вот так вот! Отсоси тогда! Отсосок не вырос ещё! Господа, 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 я прошу прощения, что вторгаюсь в вашу дискуссию. Дело в том, что матч закончился. Да ладно? Да ты чё? Да. С каким счётом? Один-один! Ага! Нормально! Нормалёк! Так вот, что касается Юрия Павловича. Я считаю, что он имеет право на общение с судьями. Это абсолютно нормально. Я не знаю, что он им говорил. Но у нас ситуация, как мне кажется, доведена до абсурда. Что, во-первых, нельзя говорить с судьями. Нельзя их обсуждать. Нельзя их критиковать. Нельзя вообще их как-то обсуждать. Потому что это противопоказано регламентом. За это штраф. Что-то там отстранение от футбола. Но, на мой взгляд, это ненормальная история. Потому что это будет напоминать эффект скороварки, когда вы загоняете всё внутрь, а в конце концов всё это дело взорвётся. Не согласен с теми, кто говорит о том, что у Юрия Павловича сейчас непростая история в клубе, и поэтому он нервничает, взрывается и орёт на судей. Юрий Павлович, сколько я помню, российский чемпионат на судей орал всегда. Ругался на них, спорил с ними. Не могу назвать это тренерским кредом, но это человек, который много сделал для русского футбола. С судьями он любит общаться, но каждый из судей могут, чёрт возьми, ему что-то ответить, а не быть бессловесными и прятаться за регламент. К сожалению, таких судей, как Игорь Егоров, как Алексей Николаев, увы, в нынешнем русском чемпионате нет, которые могли своим авторитетом что-то противопоставить Сёмину. Не согласен ещё раз с теми, говорит, что Сёмин нервничает. Он всегда так себя вёл. Что касается, возможно, его смены. По моей информации, у Локомотива есть один стопроцентный кандидат, и в футбольных кругах обсуждают тот вариант, что якобы уже клуб с ним договорился. Ну вот такая, за что купил, за то и продаю. У меня нет полной уверенности, что я знаю эту фамилию. У меня есть прикидки, но поскольку полной уверенности нет, у меня нет двух-трёх источников, есть один источник, я эту фамилию называть не буду. Как только появится, перепроверю, я этого тренера назову. Но ситуация складывается так, что на сегодняшний день я вижу, что пути Локомотива и Юрия Павловича Сёмина как тренера, как действующего тренера Локомотива, они расходятся. Это, в общем, вы можете посмотреть и в видосе интервью Дмитрия Булыкина, с которым я поговорил на премии рейтинг букмекеров. Ещё, что касается «Зенита», то мы увидели, что значит для команды «Дзюба», когда очень-очень просто мяч отправлялся на фланг, оттуда делался навес, «Дзюба» боролся за мяч, либо скидывал его, либо сам завершал, и было много подборов и много атак, много мяча в штрафной. Мы увидели, что пока «Малком» не имеет не то, что определяющего, а большого значения на игру «Зенита». И мне очень жаль, что Локомотив не реализовал вот тот момент в самой концовке, который был у Мерчука. Я не скрою, я болел в этом матче за Локомотив, я хочу, чтобы интрига в русском чемпионате возродилась. И мы не имели пенсионерский чемпионат в том смысле, что давайте мы титул отдадим «Зениту», а все остальные поборемся за что-то другое. То есть «Зениту» отдадим около 30-50 миллионов, даже 50, как говорил Сергей Семак, миллионов евро, а сами будем смотреть за другими командами. Мне это не нравится, я считаю, что ничего еще не решено, и надо бороться, а не отдавать этот титул «Зениту». Что касается «Локомотива», то еще раз, вот это вот противостояние Семинам, которое, безусловно, есть привело к тому, что Семину неким усилить игру в атаке, когда вместо Эйдера выходит Джамаледдинов, то, на мой взгляд, это край. Клуб с таким бюджетом, с таким менеджментом талантливым, на мой взгляд, не имеет права ставить в голову угла какие-то свои личные интересы и не усиливать состав, потому что речь идет о борьбе за второе-третье место, а это около 30-50 миллионов евро. Это ненормально, это безобразно. То, что «Локомотив» не купил, не взял нападающего, это просчет не Юрия Павловича Семина, а просчет руководства. И за это, безусловно, клубу предстоит отвечать наравне, кстати, с Семиным, но уже в конце сезона.